Друзья, привет! Ну что, буквально только что стали известны подробности секретной встречи посредников Соединенных Штатов Америки и России. Проходила эта встреча в Турции, и там от имени Путина предлагали заморозить войну в Украине. Что ответили представители Белого дома по версии Reuters, узнаете уже через мгновение. Об этом не только. Говорим сегодня с американским политиком Борисом Пинкусом. Дорогой Борис, здравствуйте! Спасибо, что регулярно находите для нас время. Дякую и рад быть на вашем канале. И слава Украине! Героям слава. Борис буквально перед началом нашего интервью сказал, что постарается к нашей победе подучить украинский для того, чтобы таким образом отпраздновать нашу победу. И вот по версии господина Пинкуса, эта победа уже близко. Вы действительно доверите? Да, во-первых, слушайте, я хочу вас поздравить. Долгожданное соглашение в Сенате, оно произошло. Слава тебе, Господи! Я, например, доволен еще и тем, что 10 сторонников Трампа не послушались Трампа, а присоединились к тем, еще вот, прошу прощения, какой 10? Там 70 за. Понимаете? Таким образом, 20 получается, потому что 50 демократов, а нужно было набрать 60. Так вот, набрали вот 70. Это просто потрясающе. Понимаете? И дело в том, что мы посмотрим, какова будет ситуация в Нижней Палате. Вот это очень важно. Вот. И там тоже идет большая перебранка. И самое страшное, что сам Трамп, к сожалению, отталкивает своими глупостями, несуразными разговорами, отталкивает от себя тех, кто ему лоялен, кто ему предан. И даже те, кто еще вчера был с ним, сегодня возмущаются его словами о том, что вот, видите ли, он в случае, если кто-то из членов НАТО не будет выполнять свой долг, выплаты в бюджет НАТО, хотя бы 2% от внутреннего продукта этой страны, то он будет не против, если, например, Россия будет агрессивно против этой страны. Но это, конечно... Борис, давайте оставим эту фразу анонсом. Мы обязательно сегодня об этом еще поговорим. И о помощи Украине также. Раз уж я уже начал и пообещал нашим зрителям, действительно, незадолго до нашего интервью появилась информация о том, что в конце 2023 года между Россией и Америкой проходили переговоры в Турции. Там представители Путина предлагали заморозить войну в Украине, представители Соединенных Штатов далеко их послали, в общем-то, вслед за русским кораблем, да, как это говорят у нас в Украине. Однако, с одной стороны, хорошо, что послали, по версии Reuters, со ссылкой на трех дипломатов, но немного тревожно, что такие секретные встречи в целом проходят без Украины. Как вы считаете, если верить Reuters, что Россия инициирует вот такие встречи, зачем это нужно? Ну, давайте будем трезвыми. Какова перспектива Путина в достижении тех целей, ради которых он совершил агрессию против Украины? Нулевая. Почему? Во-первых, неужели это надо быть идиотом, чтобы пойти на предложение Путина после двух лет тяжелейшей войны, стольких потерь населения украинского, ущерба, нанесенного Украине, который сегодня уже оценивается более одного триллиона долларов? Я не говорю уже о потере жизни, а этому цены вообще нет никакой. И после всего этого Запад скажет, нет проблем, давай заканчивать, вот половина, там 20% территории, 20% территории Украины тебе, а остальное Украине, и давай разойдемся. Нет, этого не будет никогда. По многим причинам, друзья мои, сегодня Украина, всем это известно, завтра будет, вернее, сегодня часть Украины, завтра вся Украина, а пусть завтра у Польши и далее со всеми остановками. В этом нет никакого секрета. И нам всегда надо помнить, что главный девиз Путина – это восстановление русского мира. Именно это. Он никогда не кривил душой, когда говорил об этом. А началось это, я вынужден опять повторить, это в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он впервые выступил открыто, не стесняясь, не скрывая своего разочарования в том, что самой большой катастрофой 20 века был развал Советского Союза. Это явилось его философией, которую он стал реализовывать. Не надо было долго ждать. Пожалуйста, в 2008 год 20% территории Украины, в 2014 год Крым, в 2022 год – это война против Украины открытая, вероломная. Пожалуйста, а что дальше? Тут не надо быть идиотом, чтобы понимать это. Дальше больше. Понимаете? Поэтому никогда, даже если Украина не принимала участие в этих… А я вам скажу, известно давно, что каналы связи между администрацией Байдена и Путина всегда были и есть. Поэтому, когда задают вопрос, почему по сей день Америка не может придать России статус спонсора терроризма, Одной из причин является необходимость сохранения каналов связи, чтобы доводить до Путина все, что происходит в его окружении и его руками, нам известно. И что любое движение в сторону, например, применения некомменциального оружия, будь то бактериологическое, химическое или ядерное, Оно нам будет известно загодя, и мы примем контрмеры, превентивные. Вот это существует, вот для этих каналов существует. И, конечно же, сегодня уже, ни для кого не секрет, используют любые площадки, секретные, конечно, с тем, чтобы держать контакт с офисом Путина и информировать его постоянно, что назад у Запада ни одного шага не будет, никогда. А он пусть принимает сам решение, или он спокойно покинет за границей 91-го года Украины, и дальше уже будут переговоры, как положено, между агрессором и жертвой этой агрессии, или же, или же все будет решаться на полях войны. Только так. Ну, он же сам, Борис, в интервью к Такеру Карлсону он посвятил первые полчаса Путин, собственно говоря, своему тезису, вот эта историческая справка, это ведь все было сделано для одного. Еще раз подчеркнуть, что сверхзадача этой войны – это возврат, как считает Путин, территорий, которые так или иначе когда-то принадлежали Российской империи. Знаете, мне понравилось, что даже Илон Маск, который так или иначе выступает за компромиссы с Путиным, он посмеялся над этим ходом Путина полчаса рассказывать Карлсона об истории, причем еще так, конечно, смутно, и выложил даже такую шутку, на которой якобы Карлсон спрашивает у Путина, зачем вы напали на Украину, а Путин ему отвечает. Вот и я как раз об этом хотел рассказать. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу. Давайте начнем с этого и продолжаем. То есть уже даже Маск посмеялся над этим. Но в целом, да, вот действительно, ведь это первая часть, мы должны что были из нее понять, что Путин не остановится. Он это хотел сказать. Нет, вот слушайте, даже если он захочет, он не сделает этого. Почему ему не дадут? Ему отрубят голову те, кто за ним стоит. Почему, напрашивается вопрос, какого черта надо было все это затеивать, если ты после такого урона, который он нанес, прежде всего, самой России, я не говорю о том, что на международной арене там и так далее, но и в живой силе сегодня, по крайней мере, более 300 тысяч, около миллиона. Одни говорят, полмиллиона уже россиян. Нет, полмиллиона. Нет их. Просто нет. Он, собственно, ручно уничтожил. Это же пушечное мясо. И не говоря о том, что он какой урон нанес экономике России. И более того, он нарушил свое правило, которое у него было между ним и олигархами. Он обещал им крышу за то, чтобы они не лезли в политику. Так вот, где крыша? Где? Они не лезут в политику, а крыши нет. Пожалуйста. Самая последняя новость. Буквально вчера вновь активизировалась адвокатская группа, которая будет забирать у олигарха, российского олигарха, он, по-моему, Керимова, он, по-моему, представитель Дагестана, мне кажется. Керимова, его яхта находится сегодня в Сан-Диего. Это десятки миллионов долларов. Она будет отобрана. Процесс идет вовсю, и деньги будут переданы Украине. Это только начало. Плюс к этому я вам скажу, до этого, буквально еще в прошлом году, еще некоторые активы российские были конфискованы адвокатской группой в Нью-Йорке. Это общая сумма на один миллиард долларов. Туда вошли даже яйца Феберже. Они были проданы на аукционы, и деньги уже переданы Украине. Так что это только начало. Но если учесть, что всего порядка 350 миллиардов российских активов, в том числе и активы Центрального банка России находятся в Америке, то можно себе представить, что это произойдет. И процесс идет. Процесс идет. Тем более, когда началась заминка задержанием помощи Украине, вновь активизировались волонтеры, друзья Украины, давлением на Конгресс, тем, чтобы они наконец-то приняли закон, позволяющий конфисковывать активы России и передачи Украине. Но тут одна большая... Я отвлекаюсь немножко. Это очень важно знать тоже. Дело в том, что тут другая проблема возникает, что ряд конгрессменов и сенаторов говорят, что это может быть прецедентом для таких стран, как Китай, Саудовская Аравия и другие крупные страны, которые держат свои активы в нашей стране, они могут испугаться, и решив, что если, например, они когда-нибудь не понравятся Америке, Америка может их активы конфисковать. Поэтому не случайно сегодня идет бурный процесс дедолларизации мирового рынка, в чем Китай и Россия принимают активнейшее участие. Поэтому вот это является одним из тормозов для конфискации имущества России не только в Америке, но и в Европе. Вот это одна из проблем. Но это вопрос решаемый, сегодня решаются. Я скажу вам, закончу эту мысль. Я, например, на одной из последних встреч с одним из сенаторов, он член комитета по иностранным делам, а я ему прямо задал вопрос, а почему мы должны сидеть на старых законах, которые сегодня так одряхлели, что достаточно было какому-то террористу оказаться у кнопки с ядерным оружием, как мы оказались обезоруженными и два года уже не знаем, как себя вести с ним. Тем временем нам давно пора принять законы, которые бы отвечали сегодняшним вызовам. Например, один из них в том случае, если любая страна, которая имеет даже свои активы в Америке, будет вести себя агрессивно, бесчеловечно, проводя геноцид на любой другой запредельной стороне, то она тоже будет лишена своих активов. И надо это адресовать тому же Китаю, Саудовской Аравии, любой другой стране, чтобы они знали. И учитывая, что они это не планируют, что они должны быть спокойны, никто их деньги не собирается трогать. Тем более, хранение этих активов – это огромные ежегодные проценты. Они на этом хорошо зарабатывают. Так вот, я продолжаю мысль, очень интересная, буквально вчерашняя, в Европейском Союзе уже почти завершился вопрос о конфискации того навара, который имеет Россия, храня свои активы в европейских банках. То есть проценты, которые набегают от хранения там активов, их уже почти завершено принятие решения, уже передать вот эти накопившиеся проценты, передать Украине. Это уже тоже не один миллиард долларов. Это была бы потрясающая помощь тоже. Я вот заканчиваю с этим вопросом. Я хочу сказать, что возвращать к началу вашего разговора о том, что разговоры о том, что Путин хочет быстрее закончить эту войну, несомненно. И, конечно, главным его достижением он бы считал – это Крым. Он еще может пойти на торги, отказаться, может быть, и от Донбасса, там Луганска, Запорожье, Херсона, но Крым никогда. Пожалуйста. Как раз Такер Карлсон, извините, я хотел об этом сказать. Да, давайте нашим зрителям напомним, что он говорит не на камеру, Путин в той части нашей беседы, которая не попала в интервью, якобы Путин говорил о том, что готов, цитата, готов на серьезный компромисс по Украине. Конец цитаты. Что это могло бы значить? О чем может говорить Путин? Что хотел сказать Карлсон? Ну вот то же самое, что вернуть вот эти четыре области, но зато оставить Крым. Крым для него святая святых. Это его ахересово пита. Но и даже угрозы тем, что он может применить ядерное оружие ради сохранения Крыма, это пусть попробует, пусть попробует. И, кстати, никогда Америка не пойдет наперекор желанию украинского народа. Никогда. Это была, есть и будет частью Украины. Пожалуйста, и если на то пошло, то, короче, я, например, лично, я не вижу никаких перспектив решения проблемы в Украине путем переговоров. Здесь клин надо выбивать клином. Только силой. Только армия ВСУ, которая сумела за два года выстоять раз и вернуть даже 50, более 50 процентов оккупированных территорий. Я не умоляю вклад Запада в оказание помощи оружием, хотя оно было мизерным, оно было недостаточным и по чайной ложке. И, тем не менее, я должен подчеркнуть, самое главное, это дух украинского солдата, который не удастся никому сломить.